В общем, выступает Ургменистан, пожалуйста. Спасибо большое. Я хотел бы коротко прокомментировать выступление, которое произучало со стороны так называемого комьюнити. Два вопроса, которые сейчас интересуют различные средства массовой информации, это вопрос о так называемом демонтаже спутниковых антенн. Я сейчас коротко до этого выступления в своем говорил, это не соответствует действительности в 21 веке, в веке информационных технологий утверждать о том, что спутниковая антенна убирается для того, чтобы ограничить свободу доступа к информации. Это абсурдно, глупо, непрофессионально. Кстати, я хотел бы сказать, что этот процесс внедрения новых IP телевидения, он проходит в основном в городе Ашхабад. Это более качественная услуга, где гражданин может сам выбрать пакет тех телевизионных каналов, которые он хотел бы посмотреть. Я приводил цифры, 21 тысяча, квартиры уже имеют новые IP телевидения. И в этом контексте я открыто заявляю любой представитель международной организации. Кстати, мы об этом будем разговаривать с полевым офисом ОБСЕ. На любой выбор они могут поехать в любую квартиру, не только столицы, но и других провинций для того, чтобы посмотреть, что и к чему. Вчера прозвучал призыв к освобождению так называемого лица, который оказывает помощь в предоставлении информации нештатным сотрудником Радио Свободы, господину Непискуриеву. Это утверждение о том, что он не является лицом, который оказывает помощь в получении информации. Также не соответствует действительности. Если вы проанализируете его 4 видеообращения, то там нет никаких упоминаний о Туркменистане. И в этой связи вот эти домыслы о том, что он был осужден в связи с его такой деятельностью, это логически не соответствует никакой действительности. Я привел примеры более нескольких десятков лиц, которые работают с Радио Свободы, спокойно въезжают, выезжают, публикуют различные материалы. Есть даже очень критические статьи в отношении существующего в Туркменистане строя. И самое главное, эти граждане спокойно выезжают и въезжают на территорию Туркменистана. У них есть свои мнения, свои взгляды на происходящее событие. И они пользуются этим своим правом. В конце, не относящийся к мандату, этика очень важна. Не только для журналистов, но и для правозащитников. Эту истику надо поддерживаться из-за элементарных соображений культуры. Тем более, если человек заявляет о том, что он представитель интеллектуальной среды. Мы продолжаем пользоваться различными социальными льготами. Бесплатный газ, вода, электричество. Каждый год на 10% повышается заработная плата. Строятся дороги, больницы, школы. Диктатор такие вещи не делает для сведения. Это все делается для народа. Совершенствуется политическая культура. Совершенствуются СМИ. Да, конечно, есть вопросы. И над ними мы работаем. И для того, чтобы послушать это, наша делегация прибыла сюда. Так что, уважаемые правозащитники, выбирайте выражение, когда квалифицируете то или иное лицо. Спасибо. 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 Спасибо.